15 ноября в музее имени Сергея Дягилева СВБГУ открылась первая персональная выставка цифрового художника из Москвы Артёма Ткача. Называется она «Путь цифрового художника 2019-2023». В неё вошла коллекция из 15 работ. Среди них «Свобода движений», «Язык мира», «Голосовое сообщение». Очень забавно, что раньше говорили, что цифровое искусство – это люди, что-то на компьютере нажали, и вот оно случилось. На самом деле, за этим же стоят люди, это всё делается руками, это всё делается мозгами в том числе. Выставка – это путешествие сквозь четыре года творчества Артёма Ткача, где цифровые мгновения искусства сливаются в разнообразных стилях и темах. Отражая эволюцию художника, выставка представляет его произведения от абстрактных экспериментов до экологических исследований. Раскрывая глубокий взгляд на искусство в эпоху цифровых возможностей. В своих работах Артём исследует внутреннюю красоту человека, а также взаимодействие человека и технологий с природой. Каждое произведение отражает часть автора и его взгляд на окружающий мир. Цифровое искусство – что это? NFT как понятие появилось в 2017 году. Это доказательство того, что коллекционер имеет право обладать цифровым произведением искусства. Самая дорогая цифровая картина была продана за 69 миллионов долларов. До 2021 года такие картины не признавались коллекционерами. Продавать их стало возможно лишь когда было приобретено самое первое и дорогое цифровое произведение. Сегодня цифровое искусство с каждым днём набирает всё большую популярность. Если в середине 90-х годов всех людей, занимающихся искусством и новых технологий, можно было уместить в фойе кинотеатра, то сейчас число таких людей измеряется миллионами. Чтобы стать диджитал-художником, не нужно учиться рисовать маслом или углём. Достаточно графического планшета. Сегодня к инструментам добавился и искусственный интеллект. Артём Ткач работал над проектами таких брендов, как Яндекс, ТНТ, Сбербанк и МТС. Его произведения представлены на выставках по всему миру. В коммерческих проектах я использую искусственный интеллект уже лет пять. У меня есть коллеги, которые сейчас как-то в творчестве пытаются это использовать. Идея в том, что это не готовые произведения. Они используют скорее как возможность создать какой-то концепт. У него есть действительно свой авторский уникальный почерк. Это такое пересечение двух миров. Если вот вы посмотрите, он всегда ищет вот эту синергию и взаимодействие двух миров. Начиная, допустим, от традиционного старого искусства и пресечения современного с технологиями. Вокруг цифрового искусства существует давняя полемика между её представителями и классической школой. Однако Артём Ткач утверждает, сегодня они существуют в гармонии. В цифровом сообществе мы друг с другом дружим. У нас очень много друзей из классического искусства, из современного искусства, которое для нас уже выглядит как классическое. Мы со всеми дружим, общаемся, делаем коллаборации. Выставка в статичном, необычном для цифрового искусства формате продлится до 9 декабря в музее имени Сергея Дягилева СПБГУ. Не пропустите! Кристина Зики, Евгений Горяев, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.